Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 До этого не доходили руки долгое время у парламента и правительства, потому что там шли склоки и с Брекситом, и пытались и саму Терезу Мэй каким-то образом сместить с поста, было к ней масса претензий, поэтому руки не доходили. Должны были в декабре этим заняться. Ну вот сейчас, когда стало понятно, что Тереза Мэй останется в кресле главы кабинета министров, и понятно, что так или иначе вот этот вот процесс Брексита идет, хотя пока не очень понятно, действительно ли все-таки в следующем году произойдет этот выход Великобритании состава Евросоюза. Ну вот тем не менее, эти процессы уже какие-то формы понятные приобрели, и настало время дойти уже... Это Дэвид Кэмерон, человек, который был когда-то премьер-министром, и он, собственно, организовал референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Так вот, сейчас все эти вещи каким-то образом устаканились, и пора уже переходить к вопросу санкций, и с большой долей вероятности уже в январе будут рассмотрены в парламенте Великобритании новые санкции относительно России. А я напомню, там действительно может идти речь об изъятии собственности у тех российских граждан, которые не смогут доказать честность происхождения средств, на которые была куплена эта собственность, и запрет на въезд в Великобританию, и масса других очень неприятных для... в том числе для российских пропагандистов в истории их может ожидать. Ну что ж, пока следим за тем, что происходит в Великобритании, следим за тем, как они борются за свою свободу и независимость от пропагандистов и террористов, и переходим к следующей истории.